Здравствуйте! В эфире программа ДПС в студии Анастасия Бойко. Сегодня выпуски. Врезался в стоящий автомобиль и умер. Нелепая авария в Томасибирской области. Девушки против байкеров. Уникальный ПДД-баттл. Дороги больше нет. Стихия разбушевалась. Последний путь. Авария со смертельным исходом произошла в районе Гусинобродского шоссе в Новосибирске. 47-летняя женщина, пассажирка мотоцикла, погибла на месте. Предугадать невозможно. Уйти от столкновения нереально. Ниссан, совершая маневр поворота или разворота на проезжей части, не уступил дорогу попутному мотоциклу. Байкер до последнего пытался избежать аварии, но не вышло. Врезался в иномарку. Этот удар женщина-пассажир выкинула на полосу встречного движения. И она задела автомобиль Тойота Корова, который получил значительные повреждения. Пассажир мотоцикла, девушка, скончалась на месте от полученных травм. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был доставлен автомобилем скорой медицинской помощи в лечебное учреждение. Шлем, в котором ехала женщина, не помог. Удар об Тойоту оказался таким сильным, что пассажирка мотоцикла погибла мгновенно. Обращивались пассажиры автомобиля Тойота Королла. Они находятся в состоянии шока. И на самом деле ничего серьезного на момент аварии они пояснить не могли. Просто говорили о том, что ехали со средней скоростью 40 км в час. На этом участке стоит ограничение скорости. И просто им в автомобиль прилетела женщина. На самом деле они были растеряны. И на тот момент с ними поговорить не удалось. По делу о данной аварии возбуждено уголовное дело по статье 264. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновника печального ДТП установит суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Далее в программе сводка дорожно-транспортных происшествий, которые произошли за прошедшие выходные. Неустановленный водитель на ВАЗе ехал по Черепаново в сторону улицы Фурманово и врезался во встречный ИЖ под управлением водителя, который никак не смог уйти от столкновения. В результате пассажирка ИЖа получила различные рваные раны и ушибы. Опель Мокко при выезде со второстепенной дороги решил повернуть налево, но не уступил дорогу Ниссану Подфайндеру, который ехал по главной. Столкновение оказалось неизбежным. К счастью, обошлось без жертв. Виновник аварии свою вину полностью признал. Дорожные работы не стали причиной для торможения. Мотоциклист на Кавасаке на полном ходу врезался в стоящий на трассе автомобиль. Бригада ремонтников в это время проводила работы на дорожном участке Чуйского тракта. Вероятно, скорость у байка была приличной. 27-летний парень скончался от полученных травм на месте до приезда скорой помощи. Водитель на Хиндае ехал вдоль железнодорожных путей со стороны поселка Прокутская в сторону Новосибирска. Причина, по которой он не увидел столб впереди, неизвестна. Состояние мужчины тоже не установлено. После столкновения с пикетной основой терракан опрокинулся. Водитель доставлен в реанимацию с переломами костей таза и шоком первой степени. Дождь прошел, дороги нет. Субботний ливень оставил после себя печальные следы. Особенно в частном секторе Новосибирска. В редакцию телеканала ОТС поступило около сотни звонков и видеозаписей только от жителей прибрежной зоны Зальцовского района. И без того плохие дороги там попросту смыло. Посмотреть на итог отправилась и наша съемочная группа. Два часа дождя и миллионы рублей. Последствия ливня на Первой Сухарной точно влетят в копеечку. Потоки бурной воды полностью уничтожили улицу. Выражение «ни пройти, не проехать» как раз про вот эту улицу. И даже если вдруг случится беда, то к 91-летней бабушке, которая живет вот здесь, в низине, действительно никакая помощь не придет. Ни скорая помощь, ни пожарная инспекция сюда подъехать не может. И вот здесь на повороте земля буквально разверглась под ногами. На Первой Сухарной ливневке нет. Вода дорогу себе находит сама. Однако в этот раз следом за ней утекла и проезжая часть шириной около двух метров. Здесь воды по колено было не пройти. Я уже по забору не пройти, не от самой от ЖБИ. А там в город тоже вообще не подняться нельзя было. Теперь эта улица полностью отрезана от других. Объездных и подъездных путей нет. Здесь не то, что ездить, ходить страшно. Сейчас люди сами устраняют последствия ливня. Засыпают метровые ямы чем могут. Песком, гравием, золой. Всем, что стихия оставила на дороге. А дети снимают видео и играют в ямах. Мы рассказали чиновникам о ЧП на Первой Сухарной и встретились на месте нового бездорожья. Ну что скажешь? Главное управление благоустройством. А что скажешь? Через КЧС надо решать и делать дорогу. Ну вот здесь сейчас ни одна машина не может проехать. Конечно. Какие машины? Ну все-таки чего ожидать жителям? Когда какие-то меры будут приняты? Надо решать по деньгам. Может быть через комиссию по чрезвычайным ситуациям. Чтобы на восстановление этих дорог выделили деньги. Деньги деньгами? Но жить-то как? Местные говорят, такие проблемы следует решать безотлагательно. Однако сроки, как и дорога, размыты. Ну оценку всего этого в течение этой недели-то, конечно, сделаем. А вот по срокам дальше, сами же понимаете, конкурсные процедуры, каким образом все это будет, какое решение будет принято. Если через управление дорожного строительства, значит, тогда, соответственно, они конкурсные процедуры должны провести, чтобы определить подрядчика. Деньги бюджетные могут быть только по 44-му закону использованы. Соответственно, через конкурсные процедуры. Вот если какое-то другое решение будет найдено, хотя бы сейчас что-то как-то подсыпать, мы будем искать сейчас, чтобы яму хотя бы засыпать, а дальше уже готов сказать. Здесь дома только на дружке, не дай бог пожар, машина же не проедет. Да, все очень грустно, очень печально. Будем заниматься, дружке ничего больше не скажу. Соседняя улица Моцарта тоже оказалась в зоне подтопления. Люди говорят, вода начала литься сверху, с территории частного оптового предприятия. Напор был такой силы, что деревья сломались, а машины утонули. Вот только не в воде, в песке. Сегодня позвонил экспертам, попросили 4000 за это, чтобы сейчас жду, часам в два приедут, кто-то будет оценивать. И с кем это решать потом все это непонятно. И организация говорит, что у них там все документы в порядке. Как бы и на людей решить, может быть у них на самом деле все в порядке. Машина страхована? За страхована в ОСАГО просто, без этих, так что, я думаю, не знаю, как, чем закончится. Но, скорее всего, может быть, из-за своего счета все это придется восстанавливать. Городские власти отправились на разведку. Чиновники умело перепрыгнули через металлический забор и посмотрели, в каком направлении и откуда стекала на людей стихия. Обещают найти решение. Если будет ли здесь возможность сделать дренажные, так называемые, мокрые колодцы, в которые вода будет собираться и естественным образом потом впитываться в грунт, уходить. Но для этого надо просчитать примерно объемы, так скажем, необходимых выполненных работ. Это, наверное, сделают нам все-таки, попросим специалистов, чтобы они посчитали. Как только деньги найдут, фронт работы оценят, начнется устранение последствий водного буйства. Вот только когда это произойдет? Вопрос пока риторический. Кто знает правила дорожного движения лучше? Блондинки, брюнетки или байкеры? Взрослый батл прошел в детском городке. Организаторы – госавтоинспекция. Подобного в Сибири еще точно не было. Брутальные мужчины, ревущие байки и утонченные дамы. 40 игроков и 4 команды. Девушки выбраны не случайно. Все они участницы популярных проектов и обладательницы звания «Леди». «Леди офис», «Леди бизнес», «Леди студент». В этом конкурсе они сразились за звание «Леди безопасность». Самое главное соревнование – это тестирование на знания правил дорожного движения. Но это не банальное тестирование, которое будет за компьютером, а это тестирование на интерактивной доске с пультами. Все серьезно, все ответственно с моделированием 3D-ситуации. Потом, конечно же, участники пойдут на вождение. Но не привычное вождение байкеров на мотоциклах и «Леди» в автомобилях, а вождение будет на веломобилях. В каждой команде 10 человек и около десятка обязательных испытаний. Проехать «Змейку», не задев фишки, пройти с лалом, не нарушить ПДД на светофоре, а затем прицельное торможение. Оно оказалось самым сложным этапом в состязании. Справились не все, но многие. Надо было сбить, необходимо сбить планку верхнюю, чтобы нижняя осталась на месте. Вот это очень сложно многим. Ну, очень интересно было, понравилось. Все справились? Да, наша команда все справились. Мы лучшие. Лимита по времени нет. Главное – заработать командные баллы. Допускаешь оплошность – штраф. Если участник сбивает какую-либо планку или проезжает неправильно, получает штрафное очко. Штрафные очки суммируются, и команда по итогам штрафных очков уже выводится на то или иное место. Соответственно, пропуск, препятствие – это минус 5 баллов. Проезд на запрещающий сигнал светофора – это тоже один из этапов. Может быть, мы на него не сильно внимания обращаем, но, тем не менее, это очень важный этап. Второй этап конкурса – ПДД в интерактивном режиме. У каждого участника пульт, на табло – разбор дорожных инцидентов. Вопросы детские, но некоторых поставили в тупик. Были вопросы про велосипед. Неожиданно просто. Ну, как бы, правила ПДД и что должно быть в велосипеде. Что вообще? Откуда я знаю? Ну, я ошиблась. А правила ГИБДД я знаю. Цвет волос значения не имеет. Однако байкеры уверили, девушкам такие занятия пригодятся куда больше. На дорогах у нас очень высокая интенсивность, загруженность. И девушки, как наша вторая слабенькая половинка, соответственно, им надо подсказывать, рассказывать больше, обобщать о дорожном движении, о принципах движения на дороге, как себя вести, что. То есть, чтобы они более адаптированные были, потому что они все-таки теряются чуть-чуть. Все равно все-таки девушки есть девушки. Перехватчики, драйв, подснежники и красная революция – так называются команды. Пословица «как корабль назовешь, так и поплывет» в этом случае не работает. В баттле победила дружба и скромная поговорка. Правила дорожного движения – правила жизни. На этом все. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, присылайте записи с видеорегистраторов или мобильных телефонов на адрес электронной почты, который указан на экране. С вами была Анастасия Бойко. До встречи на канале ОТС. И помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова